Приветствую всех, кто смотрит, мы начинаем. Начинаем трансляцию, сейчас работает, так, ну вот, народ уже в сборе, скоро все начнется, подождите немножко. Да-да-да, сейчас. Мы уже спираемся пошать, при том, что по белорусской традиции мы прошли на рассказе. Идея в день, как провести сегодня невеличкую, вельми неформальную дискуссию, поговорить про онлайн-активизм с уделом и умовно-академичной супольности и тех, кто властно робит этот активизм каждый день. По формате это будет такая интересная дискуссия достаточно открытая, я буду модерировать, меня зовут Алексей Козырюк, я из Хьюман Константы. в первой дискуссии еще есть, чтобы взять себе бутылечку чего-нибудь. Ну, как было весь Олею слухать, возникнуть уступную иншастку. Уступная иншастка у нас будет достаточно, 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 достаточно. Олеся показал, что она не будет сумная. Не глядишься на то, что будет презентация, и не глядишься на то, что и он будет рассказывать там, да, о неких фактах, о неких основах, но снова своего доследования. А я, кроме Олеси, Олеси мы запросили, что... А здесь Света. Стеночка Стеночка сказала. Света Каньская, яка арктиристка. Я правильно тебе представить, как бы все улежит, вот все что улучшен ты уделенешаешь и уделенешала? Гражданская активистка, наверное, социальная предпринимательница, потому что она так будет вообще. Ну, вось, я же маршруйте, так самому, за твоим делом. Вось, гэта я бы назвал как-то некий такой новый тип активизму, а вот из такого экспериментальный тип активизму. Вось, и еще мы запросили Николу Дятка, яки вызначать себе арктист, правильно? Активист, ой, обожайте. Активист анарктистского року. Вось, и умовно наши рождены не практики, и выделятся практики, крыльху, подумайте над тем, на кольки простые восьновы, на кольки той погляд звонку, на то, что отбывается с онлайн-активизмом слушный, на кольки ее отправляя тому, что мы бачим изнутри Украины. Соправда, уедете, есть такая проблема, что люди робят доследования, про нас нечто пишут, а ли мы к этому потом не обнарковываем и не уживаем свои прады. Ну давайте поглядимся, можно соправдаю вот те восьновы, те рецепты, яки нам дать Олесь, уживать на практике. Про это мы у вас не поговорим. Олесь, ты готова почать? Ну, коротень, на самом деле, я пропомнил, вытраняйте в сегодняшнем парадку, да, колька можете треба выйти, там подвести, шести взять, без проблем. Ну да, давайте вот, колька, кому-нибудь еще, кто ждать пива, в эти минуты, не что-нибудь, колька, колька в Оршане теперь. Да, чтоб мой брат это все не тащил. Да, это такое. Прежде чем начать разговоры, серьезные разговоры о политике и о активизме, конечно же, надо прежде взять пиво, накатить, потому что, как известно, без бокала нет бокала. Я тогда еще поднимаю вашу увагу. Расскажу вам как-то про Кимон Константы, потому что я вижу, что тут сопровождаю шматривую твару. Кимон Константы это белорусская правооборотная организация, которая занимается, можно сказать, с ужасными выкликами для правого человека. И зараз мы працуем с тремя темами, как это личбовая свобода, это правые мекантов, замежников, беженцев, особо безгромодианства, а также это питание дискриминации и эдухации у сферы правого человека. Ну, окей, я думаю, что можно начинать. Давайте, я к вам не чувать, я микрофон не верю, я к вам не чувать. Добро там, в конце, да? Круто, все. Это будет похоже без микрофона, или что? Окей. Добро. Да, мне зовут Заветер Исметка. Так здорово, что я наследую политичные коммуникации у университета Вестминска, у городе Лондон. И я долгий час текаюся темой личбовых технологий, личбовых меда. И я долгий час, покольки працавал еще в Беларуси, международных и незвычайных, и займался разным активизмом у НДА. Я заложда текаю себя ким чином. Личбовые меды могут сменить, полепшить, и, может быть, наоборот, поборщить лес белорусских громадских и политических активистов. Ну, и так здорово, что, коли мне появилась мальчимость, в это питание, я хочу мне серьезно доследовать, я вернулся на академичный узроуни, и пиротемика пошли и, конечно, верно, рады башить тех людей, кто отхнулся на наше Симон Кассата запрошение сегодня, долучиться до нас. Это круто, и вы дата, что столько людей, там уже никакое место, просто текаются этой темой. Это супер. Все текаются. Ну, теперь очень приятный спирт. Ты, кто, ты, кто любит читать, вот эта посылка, и она ведет туда, где написано, берем коротко, тезисно про какое-то не буду рассказывать, потому можете спомповать себя сразу своими смартфонами, теперь просто залезть туда и спомповать. На будущем не может быть, спотребится такой переклад короткий на белорусскую. На белорусскую доследование по ангельскому, конечно, но довольно долгое. И так само дякую тем, кто удерживает, такие, какие люди, есть такие, какие я брал интервью для его. Я брал, я взял авулом больше 35 интервью для какого-то, когда расследование, я так само робил контент-анализ, ну, какие-то стандартные методы анализу информации, когда мы анализуем меда, там, разные методы, анализ сеток, фичерс-анализ, не буду поглядаться в это время близко, я думал, это вам не верно, текало. Что текало, что, про что расследование, и что я в речь все знайшел. Все почалось с 17-го года, в начале 17-го года, когда сдарился, и знаете, для нашей крайней гейме незвычайная речь. Сдарился, в последнее все почалось с разных петиций, по Беларуси активисты пошли забирать подписи под петициями, после долучились правооборонцы, пошли неким причинам справоваться, стоивать интересы людей в судах. И все как-то поступово вылилось на наши белорусские улицы. Может быть, вы уже загадали про эту простую размову идею, это все выглядело спустя в Востоке. Познаете? Так? Познаем. Верно, хорошо. После, например, в Востоке. Это выглядело одно из самых великих хвалей протестов в Беларуси. Что было незвычайно в этой хвале, которая улучшила больше 32 протесты в период с лютого по 17-го года и улучшила минимум 16 городов. Больше из этих городов были не Минск, а были довольно невеликие города, где, может быть, подобных речей не сдавалось долгие-долгие годы от урадовых протестов. Это были протесты, связанные с так званым декретием в Туниадцевте, в Термоездве, когда людей попросили платить податок за то, что иные может быть не працуют. Шматкова это обурыла, и все в этом скончилось и прибыло на такую речь. Что меня издевило про это, ну, знаете, ну, первое, конечно, издевление, что столько людей вышло, для Беларуси неизвычайная речь, а ли что еще меня издевило? Когда люди, особенно с подшатку в этой протесты описывали, вельми часто про их казали, вот, например, как Тубай описала первую акцию этой компании, называю антиподатковой компанией, первую акцию в Витебске. Они писали, что конкретного организатора или организаторов у акции не было. Народ, собравшийся в самой большой площади стране, просто стоял и мерз, не знал, что делать. Инши активисты, например, имели такую самую думку. Например, один из лидеров нашего правооборочного руха, ведомый диссидент, сказал мне такую речь в интервью. А лидеров нема, просто нема местовых политических структур, ни правосоюзов, никого нема. У вас сейчас в этой акции в компании не было лидеров. Меня издевило, потому что, ну, как это так, нема лидеров. Такое, как бывает у нас, ну, Бог или в свете. Особливо с уникой того, что эти люди, которые многие, подобные им активисты, вельми актуально выкрыстовывали лишь бы в эту технологию в этот час. Вот с этого питания началось. Кто были лидеры в этой рухе? Может быть, мне кто уже ответит отказ? Почекайте, я так само мою версию. Можете потом свою пропадовать. Я почну с того, что здорово с людьми, вот с такими активистами, которые организовывали подобные речи, что здорово с людьми, которые активно выкрыстовывают личные медиа, личные платформы, такие как социальные медиа, мессенджеры, сайты некие, платформы для пятиций. Что здорово с ними, когда они работают активно в наших ассировках, в наших альтернаторных народах? Что здорово с ними сейчас? Первый след. Это один из выкликов. Может, некоторые на себе отсылали эту речь. Не будут тут вспоминяться над другом. Другая речь – это слежка. И слежка может быть особистой, так и сцент офлановой, так и онлайновой. И напомню, больше из нас уже довольно доброе разумеет, что в интернете, когда мы представимся интернетом, абсолютной приватности фактически не есть. И третья речь – это цензура. И когда я скажу слово «цензура», может быть, у кого такая ситуация может возникла. Интернет блокуется, Facebook, Gmail недоступны, бя-да-бя-да. Ну, это бывает, да? Но, на самом деле, мне кажется, что, особенно у нас, цензура в интернете не бывает, как выглядит самая цензура. Это когда, например, некий выдатный личбобактерист, например, Никола Дзитов, написал выдатнейший политический гручный пост. И мы думаем, мы видим этот пост в Facebook и думаем «Хм, классный пост, хочется залайкать, хочется расшарить». А после такая думка «Хм, что случится, когда я это сделаю? Тебе спешно это?» Мы видим, что сейчас, и в нашей стране так само, и у других людей выкликают в милицию за то, что они лайкают и шарят нечто, может быть, складывают протоколы, сейчас им их отправляют в изоляторы, что не у нас, а еще и в России, или для нас такое подкододие. Люди начинают цензуровать невеликие идеи в интернете сами. Потому что в державе уже не нужно блоковать эти Facebook и Twitter, потому что люди сами выполняют функцию цензура. Это великий выклик для любого личного активиста. И вот второе выкликаем. Я пробовал понять, и я предлагаю три идеи. Может быть, какие идеи вы хорошо им просто слышали про них. Я думаю, могут быть решения, идеи. Я предлагаю просто просто Начинаем с первых. И это первая идея, очень хорошо связана с этим вопросом, с которыми я начал. Помните, кто был лидером этих антидармаецких протестов? Кто они? Безумовно важную роль играли, которые воспитаются наших известных политических актеристов, лидеровых партий, профсоюзов, они вам откажутся. Это мы! Мы долгое годы створали структуру в регионах, мы прогрессивные идеи прогрессивные и вот они отколкнулись в сердце наших деларусов, все это вылилось в классную компанию. Может быть, но когда вы поглядите, что с этими традиционными лидерами, так определенно выглядела таймлайн авиастов и изоляций людей после этой анти податковой компании все было довольно доброе и выглядело до десятого века, когда вы помните, а после десятого века, люди начали массово брать, они начали изолировать самых традиционных политических и громадских активистов. Но не причем того, что их заглянули, компания протягнула. Это навело мне на думку, что лидеры традиционные важные, но это не один отказ. Очень важная роль в этих и подобных громадских компаниях играют люди, которые выглядят на густах. такие котики, Иван Иванов, это приклад с России, потому что я разглядаю подобные руки, это приклад с антикоррупционной компании Навального. Такие люди уверенно уплываются. Как может быть уплывом? все что мы приготовили человек, идет зарплатить. Его не зовут Иван Иванов. Но его важная функция была верным человеком в интернете. Он был тем человеком, кто выделил в наших группах в соцсетках, кого выделять, какой контент постить там, какой не постить, какой створать ивент, каким человеком выбирать уровень важности в интернете, для группы. Он был администратором. Мне кажется, что такие люди играют важную роль в интернете. Потому что эти люди назначают большинство в любых государственных руках. Любые компании, которые декларировали свое желание построить антилидерские, безлидерские руки, горизонтальные структуры. Но они получили таких лидеров, начали пользоваться интернетом. Потому что эти люди часто не башни, они важны. и первая парада и первая основа. Важно давать увагу таким людям, администраторам социальных сеток. Важно думать так же. Он имеет псевдоним. И за этим псевдонимом может быть не один с 10 человек. И увидите, когда один из них, кто имеет доступ к этому аккаунту, 9 остатков могут протягивать его деятельность. Это создает пул лидеров. Это создает мощность подстраховки на тот случай, когда кто возникает, кто выпадает. Но как люди избежали последствия? Первое это регулирование своей личной идентичности. Размахчивость активной адаптации инструментов интернета для худой идентификации. Но может быть позже они будут идентификации месяц или годы. Но критичный момент, когда происходит самые важные источные события протесты, эти люди доступны и могут координат компании. Второе связано с такими идеями лидерства. что было как у нас традиционное уявление про громадские рухи, организации. Мы имеем одного важного харизматичного лидера и люди ему подходят. А что поздоровается, когда люди из Ливана? в идеале он может рухнуть очень легко. Конечно, эта идея может быть структурой функционирования, не с такой трудностью. Мне кажется, что актуальным, особенно для интернета или личного медиа, становятся другие виды организации рухи. в этих организациях важную роль набывает то, что я зову сегментование или автономизация, автономия невеликих структур, которые излучены в сетке и работают незалежно от одного. И если один сегмент выкрасит с компанией, то это не значит, вся сетка рухи. Сетка потягивая и снова, без одного сегмента, без двух сегментов. Это само побудованный интернет. Интернет был придуман для того, как вытравить атомную атаку. Один сегмент может быть зарубленным, а атомным сегментом может быть зарубленным, как они строят автономию и размешивание решений у локальных невеликых городков. Может быть в этом городке один, два, три незалежных компаний, которые не связаны одной с одной. Они могут работать под одним брендом, например, прокурату России могут быть разрознены, как это было анти податковым рухом. Но они протягивают вопросом это другая. Третья речь короткая самоцензура. Что делать самоцензурой? много проблем может быть решений. Если про новое, что происходило в России в 2017 году, у нас были конечные примеры, но особенно успех старается, когда люди начинают активно экспериментировать. Когда люди активно новые новые платформы и пытаются политизировать и выйти до новых аудиторий. У нашей анти-податковой компании был выдатный. Какая была сетка, которая выбухнула в 2018 году? Одноклассники были в той сетке. Что такое одноклассники? В месте, где люди тусуются. Ничего не бывает. Люди видят фотки своих одноклассников. Но в 2017 году многие активисты анти-податкового руха открыли для себя одноклассники. Место, где аудитория была открыта для их идей анти-податкового руха. Многие активисты казали, что именно одноклассники изделили место, где можно мобилизовать людей довольно жестко и легко. Конечно, быть структурой аудитории, элементы одноклассников, платформы. Но главный урок мне кажется, таким. Люди, которые шукают новую мощность, новых аудиторов. И они поддерживают мощность, может быть, часами не могут выиграть. верно добрых. А самый большой пример из Украины президентской кампании президент Зеленский политизовал видеть какую сетку, какую платформу? Инстаграм. Минуты инстаграм не был политичным в Украине, как и больше секретных света. Но Зеленский не смог найти воду на свою президентскую политическую кампанию. Он политизовал новую аудиторию, новую платформу. Третья парада — постоянные эксперименты, постоянные новые платформы. Например, когда одна платформа блокируется, другие могут быть активистами. и активистами. Тут важно новизм, когда люди выходят до новой аудитории, часто люди больше доверенно оставят вас, когда выходит до старых проверенных людей, которые стоят 10 лет. Думаю, что вы не перегрузили эту информацию от меня. Еще раз, как подогулить, три парада. Сегментование организационных структур, использование альтернативных платформ, и руководство и это одна из идеи, которые могут быть полезными каждому активисту, каждому человеку, который хочет немного изменить в своем грамоте. Спасибо. Спасибо. А в ключи котика мы можем подискутывать под котиком, а эту речь мы будем после этого, а там еще был буйный котик. Буйный? Пусть налить Олесю вина показывает кекский приклад аудитории. Не разумеется. Ну давай просто как символ этого характеризма. Давайте побудуем нашу бескочую прикладно таким чином. У нас есть три окресленные блоки, которые можно обмерковать. По каждому блоку я задам несколько вопросов нашим экспертам, а также дам слово нашей аудитории. Мы на протяжении нашей дискуссии все три питания подняли. У меня великое питание, что мы называем онлайн активизмом. Что это такое? Ну давайте я вам коротко скажу. Я маю активизмом любую ситуацию подверь листовым активизмом. Вы вспоминаете листовым активизмом? Подверь активизмом я маю любую активность с использованием любых интернет-сродков. Социальных мессенджеров, сайтов. Это не метр это просто допомога на то, что может быть для чечен и суть не именита у активизма. Я хотел бы не погодиться. Мы вчера спрашались с темой в эфире. Я вижу, что активизма не бывает. есть активизм в интернете. Активизм это то, чем ты можешь займаться на улице, в решительности, за что можно сесть, то, что непосредственно изменяет владельные отношения у громадства. Почему я так лечу? Потому что называть активизмом такие разные речи, это невозможно развивать поняток активизма. Например, когда мы скажем, что лишь был активизм, мы ставим на одну доску. человек организовал страйк, например, пошел на плакат, сел за это, отсидел, вышел. А еще человек поставил лайк и он так активизм. не подается вам, что мы смешиваем в худшую любви абсолютно разное по степени ризыки, по степени значностей, по ступеням узденья на владельное отношение на громадство дьявол. Я не хочу в кабинете воевывать. Чем я, например, занимаюсь? Я занимаюсь расположительной информацией суперстоятельной освятой. Но я не знаю, что правильно называть это активизм, но терминологично требовать эти два понятия разнижаться. Доброе. Микола, дякую. Я все-таки думаю, что есть такое понятие, как активизм. Почему я так считаю? Потому что, например, те блогеры, которые рассказывают протагулированные темы, например, блогеры в YouTube сейчас очень популярны блогерки. В Instagram очень много блогеров, которых можно узнать. Мне кажется, когда человек становится определенной роли популярным в какой-то теме, и потом поддерживает тех людей, которые выходят на какие-то акции прямого действия, я бы скорее так назвала никого. Потому что ты называешь страйк, либо какая-то демонстрация, для меня это активизм, акция прямого действия, то эти люди, которые активны в интернете, они могут использовать свою популярность для того, чтобы как-то аккумулировать усилия людей и выводить его из онлайна в офлайн. Поэтому я бы все-таки да, сказала, что такое понятие есть. Но мы, как маршируют детками, наверное, начали в интернете, и в итоге вывели это специально как можно быстрее из интернета в офлайн. и для меня, например, онлайн и интернет и соцсети это просто инструмент, с помощью которого мы можем достичь большей аудитории, и сделать так, чтобы люди узнали, как можно больше людей взяли по нашей акции, действия, там, да, петиции. Добрый. Можно людей испытать? Кто личит себя актовистом? О-о-о-о. Окей. А кто личит себя личным актовистом? Менш. Да, нет, мы сейчас не решили. Время всегда. Давай. Еще, как разграничить, где скончается личный актовизм, т.е. его отсутствие и насосправный актовизм. А я для себя выбрал такие примеры, это то, что мне актовизм, это то, чем у Лады, цветы и колы, за кем вы взмогаетесь, не можно, по-русски скажем, пренебречь. Например, страйкам нельзя пренебречь, это непосредное прямое сделание относительное угроманское. Несанкционованные демонстрации нелько пренебречь, особливая авторитарная Украина. Не веду, штурмом державных установок так само нелько пренебречь, и так далее. Это то, что непосредственно ставить под питанием саму державную структуру. Кликанье мышкой может один миллион человек кликнуть с мышкой суприть Лукашенко, Лукашенко может пренебречь. Тысячи человек, сотни тысяч человек могут поставить лайк суприть Лукашенко, Лукашенко можно на это наплевать. И это то же самое и с отбиранием лечебовых петиций. Лечу это такой принциповый раздел, який, особисто для меня в моем отношении не позволяет лечебной активности назвать полноватым актуизмом. Хотя, под прессом это не значит, что я лишу их неважными, наоборот, я лишу их важными, принциповыми, просто для меня это такая терминологичная ось отроды. Вопросы, у меня питания, вы говорите, что это не так уменьшилось как так, когда ты из-за тысячи, а если там 100 миллионов лайков за эти люди так их преследуют власти. Кость, а это будет уже наступное наше питание, мы как раз их будем нести, будем говорить про переслед. Сейчас мы попробуем их выставить с этими понятными. Но, правда, есть занадто шмаков. Давайте, может быть, будем пытания собирать и рассказывать. Давайте, по этим бежим пытаниям, что такое онлайн методизм. Сейчас будет высказывание, просто, например, одна из задач... Микрофон лучше, чтобы звук лучше был. Зрителям плохо слышно. измена измена, которую я, например, для себя вижу, это чтобы не только нам стало лучше жить, условно говоря, но и тем деткам, которые ходят в детский садик рядом, чтобы нам тоже стало лучше жить, и они, не знаю, заявили закон против домашнего насилия. но они же не будут выходить на улицу. У них нет, возможно, даже социальных сетей. А даже если есть, то инстаграм-блогеры и речь сбывает автористы могут посмотреть просто на примеры того, что, например, плохо изгибает женщин, условно говоря, босс, или фотографию проектов блогеров, блогеров, иногда вырованные тем же, и уже понять, что, ну, нам нужен закон против домашнего насилия, что, там, Лукашенко плохой, не знаю, вы вещи, которые вы там хотите принести? Дякую. Да, это важно, что есть, ну, есть, ну, я завожу, так самое, ты больше концентруешься на, таким, протестным онлайн-активизме, так? Я правильно сразумеваю? Ну, это годовая прикладка, в общем, стало сразумево, про все разговоры. Вот, да, есть просто еще, ну, инший активизм, да, с помощью информации, больше такие, моно, больше беспешные темы. Мне кажется, интересно говорить о том, может быть, цифровой активизм быть самодестательным, чем сам по себе, может быть, только через онлайн. Ничего не слышно. Ничего не слышно. Даже микрофон. А, если микрофон не проходит, ну, давайте, давайте попробуем взял. Привет. Привет. Вот, суть в том, может ли цифровой активизм быть самодостаточным, сам по себе, и можно ли только с помощью онлайн чего-то добиться? Потому что, исходя из вашей презентации, олески того, что говорили эксперты, суть цифрового активизма просто вывести людей из онлайн в офлайн. Тогда он сам по себе не существует, как вид. И тогда, возможно, вот позиция Николая правильная, что его просто не существует. Я говорю, все, разыходимся. Окей, я коротко расскажу. Да, конечно, скажи, нам нужно разумеется, что мы готовим. когда у нас так выходит, там кто с тобой скажет, да, про то, что есть, это лишь активизм. А, теперь уже с микрофоном треба. Давайте, я немножко скажу, коротко верю. Я думаю, микрофон мне не треба. Давайте так. Глядите. Популярный концепт, особенно в начале этого 10-го года, был такой. Люди, которые занимаются этими лайками, кликами в интернете, это все кликтивисты, их звали еще слактивистами и другими дренными именами. и сказали так, вот ваши клики, они никуда не ведут. Эта уже дискуссия, она сконченная. Вот, отказы найдены, и отказы такие, что идут. Ведут, и это працует. Онлайн-петиции могут працовать. Вот, люди, которые не работали никаких оффлайновых действий, только работали нечто онлайн, подписывали петицию, их подписи сбираются как снежный ког, нечто великое, когда это достигает полной личбы, это уже, по самому по себе, может визжение честных людей, от неких катализаторов до ниже. Сейчас мы это хопаем, а сейчас мы не хопаем. Это первая речь. Другая речь, признается, очень важная. Вот, это дискуссия, просто активизм, чем она скончилась, потому что, когда люди сами, многие пытаются, как вы чувствуете, когда вы, кликайте там, лайк под политичным постом, вы чувствуете, что это политичный день, и многие многие же считают, это политичный день. К тому, когда люди сам дают отказ. Когда люди надшекают, они именно новые политики, они делать политике, Это значит, что они делятся в нечем, они делятся в общем оптимизме. Да вот маленьким микро-демием уже является важным. Это наш политический прикол уже продемонстрированный доказатель. Я не скажу про то, что нам всем варто им кнутся, не становиться, лишь бы им оптимистами, не становиться ими. Это просто сродок. Тысячу нищих сродку и становиться. Да, очень коротко, во-первых, хлопец, я не знаю, хлопец девчонки там не зашли, во-первых, то, что хлопец сказал, то есть, что людей переследуют за петиции и за все остальное. Так, я вот это об этом ведаю, меня самого за полторы годы уже шесть разов судили за мои посты в Фейсбуке, в ВКонтакте. Однако, во-первых, я не ведаю, что ни одного человека, которого судили, типа расследовали за то, что он поставил подпись под онлайн-петиции, типа ставил лайк при нас в Беларуси. Во-вторых, эта тенденция, как раз таки, навык для Беларуси только позже год, и я все же таки лечусь и бачу, по-разному, что держава может пренебречь этой активностью людей, независимой базы и принципово не изменится в плане кераванности политичной ничего. Это, по-перше. По-другой, вот, на годы прокомментирую, что я вообще на это сказала. Ну, в принципе, она сказала, что, по-перше, я завожу, что активизм, это не только выходит на митинги, и он доступный, ну, это может быть и расклейка улеток, и расклейка, там, чогостей, и малеваний, и навык долгие, там, размовы у решительности с кемцей, это может быть активизмом. Ну, и по-другой, датычно того, что дети не могут выходить на митинги, ну, так, активизм, это, он доступный для всех своего населенства, это факт, ну, и это нияк не суперэшит, потому что я сказал. Слушайте, у нас, да, уже заканули возле этой питания переследуют. Цикава, это выказанная думка, да, про то, что, с одного боку, за онлайн, онлайн-активизм сам по себе, может быть, на нечто там, ну, напрямую не уплывает, а ли за его уже идея переследа. Давайте поговорим про это, да, про то, как отбывается оффлайн-активизм, не за то, что отбывается оффлайн, да, вот эту информацию, да, какую мы можем там постить, перепостить, там расповсюживать некими меньшими методами. И дальше, я где-то гуглят одразнивается от расклейки улеток на улице. Ну, мол, когда мы расповсюживаем информацию там 40 тысяч людей, и за это машина есть там некая отказанность. Вот я где-то относится, ну, я где-то стасуется вот с этой уффлайновой деятельностью. Ну, кто тут эксперт по переследе, давай, Никол, протякает. Ну, пытай лучше, как отбывается, как от переследа, я где-то стасуется... Ну, вот, расскажи просто про свое уражение, да, про то, что робеца пошними годами, с чым ты сотыкауся, что ты бачишь, руби там, як-то... Як закручуются гайки. Ну, это, верно, широкая тема, про якую можно хотим выказать, я не веду, як мне зараз тисло подумаюсь, как сказать, гадца, техничных, это отбывается так само же, як любой інший переслед. Просто до тебе приходец по месту прописки, кажуть, пройдемте, и везучим мы сами. Ничего нового, да? Иншая справа, что я не перекопнул до причин, чому зараз держава занялась ненавито переследом людей, які пишут у соцсетки, хотя ранее это не было. В уголе, я думаю, люди, які выскоро ставят с интернетом больше, чем 10-15 год, памятуйте, який был интернет инший 15 год тому, что им было дозволено литерально все, это влаза на свободы, там можно было снасти инфу, якую зараз не знайте, что ты в открытом доступе. Потом пришла держава, зарегулировала, и все. Ну, не все, в великой ступенью, ты мне меньше зарегулировала все, что многое сошло в ДАКНЭ, и так далее. И этот тренд не только белорусский, когда отбывался по всем свете, как вы бачите, и отбывается по сегодняшний день, поставила это все в правовые рамки. Чому это отбылось? Я бачу причину наступную, что державе, любой державе требует утромливать политичный контроль. Что такое политичный контроль? Это наибольший контроль над плынями информации. И тут появляется некая простора, якая, как я сказал, децентрализованная, якая немая литерально неяких правил, альбо, когда ее не есть, то они усталевываются за стихи или без усиля, какого дела державы, как на форумах, на неких сайтах, люди сами выбирают, по яким правилам жить. Не понравились все эти правила на этом форуме, там модераторы, там перешел нынче. Вот я на державе побачила, что такое есть, и почала уводить свои нормы, бо отсутность контроля над информацией створает потенциальные политичные рызыки. У принципа контроля, рызыки в плане контроля над громадством. И в Беларуси мы можем бачить, как это отбывается у миниатюры. Как более и более развивается интернет, более и более натягивается контроль над интернетом. Да, ну вот я еще хотел испытаться усилет, но на каком рискал, на каком деятельности, какой занимаешься ты, твоей коллажанке, на каком деятельности, за какой может быть некий просвет, нечто такое, ты отшиваешь, что ты не без прикола. Честно, я для себя выбрала, наверное, путь, чем меньше боишься, тем больше можешь сделать. Мне кажется, в какой-то момент моей гражданской деятельности, которой уже около 10 лет, я просто поняла, что если я буду бояться, то я ничего не смогу делать. Ну и в итоге, да, это, наверное, еще своя такая политика партии. Но я не чувствую никакой на данный момент угрозы себе или моим коллажанкам, с которыми мы вместе работаем, в инициативе. Но точно так же я ее не чувствую, потому что мы пытаемся сделать все для того, чтобы не идти в контры с государством, а просто аккумулировать усилия людей, наверное. И тем более, вот недавно моя коллажанка Мариша была на приеме у министра Макея. То есть мы скорее пытаемся пытаться донести, разговаривать и играть в эти политические игры, к сожалению. Но мы просто понимаем, что, наверное, по-другому никак не добиться принятия закона, потому что у нас политическая воля единственная, что может помочь достичь той цели, которую мы себе поставили. Поэтому нет, я не чувствую никакой угрозы. Более того, мы все-таки собираемся организовать марш, который мы, как бы, да, заявили в своем названии. Вот. И... Доброе. А с того, что казалось, мы тоже глядим на Ивана Иванова. Вам, там, у Суполцы марширует детка в этом руку. Вам требует Ивана Иванова с котиками на аватарце? Не хочу быть котиком на аватарке. Ну, на самом деле, мне кажется, что такой очень важной частью, например, нашей инициативы является персонализация. Мы, наоборот, не хотим абсолютно скрывать свои лица. Мы сразу же с Моришей во время встречи, да, может быть, кто-то были на ней, 9-го, по-моему, октября. Мы уже, вот, 5-го октября 2018 года, я создала закрытую группу марширу «Детка», да, в которой на следующий день уже добавилось 2000 человек. И мы поняли, что теперь мы не отмажемся и нужно что-то делать. И 9-го октября мы собрали оффлайн-встречу как раз для того, чтобы посмотреть друг на друга, да, как бы, на тех людей, которые считают, что этот закон должен появиться в нашей стране. И мы сразу же с Моришей вышли, да, и как бы из этой тени, да, как бы тени, и со всеми познакомились и делаем это до сих пор. То есть мы открыто говорим на всех встречах, на которых мы есть, что мы координаторки инициативы, что вот наша вот такая вот цель, поэтому нет. Я, наверное, никогда не буду котиком на аватарке. Доброе. Фактично тут возникает питание. Ця справедливость все эти рецепты одной, кого працуют и для вот этого протеста на активизму, и для там инших формах активизма. Как это справедливо интересно? Микола, на конкурс этих структур, а какие сопроводы структуры, ну, вот, у тим активизм, яким ты займаешься, больше, можно сказать, життя сдольное? Ну, я тут целиком погожусь за основной Олеся, то, что децентрализованные структуры рулит на самом деле, особенно сегодня в 21-м с тобой. Для чего? Ну, по-первых, все централизованные структуры, они, вернее, выразливают ее российскому ладу. Для государства взят лидера, особенно когда это харизматичный лидер, который замкнул на себе все рычаги кирования, ресурсы, инфраструктурные узлы. Ты его просто берешь, садишь в турну, ця ликвидуешь физично, и все, нема организаций. Бывают и редкие выпадки, когда организация после этого может перебудоваться, перерабить свою структуру и протягивать эффективно деньги. Добрый приклад такого – это операционная партия Курдистана, в якой был вельми харизматичный лидер Абдулла Аджаланова. В 2000-м годе его посадили на пожитовое зневоление, и зараз он сидит, спишет там книги, застается неким символом. Однако организация целиком перебудовалась в структуре, она вот идеология изменила. Вот. И тем асироте, каким я занимаюсь, так само я лучше изъявляюсь неким вынятком из того загульной картины, потому что анархистские руки, они переважно децентрализованы, не переважно, а выключено децентрализованы, им не заохошивается культура лидерства, хотя певное лидерство безумовно есть. Я лечу лидерство – это нормальная зъява у маленькой социальной группы, когда до того часу, пока лидер застается инициатором, организатором, заводатором, а не начальником. Вот. И тому я лечу гэта сопроводоэффективна, особливого слова в умовах Беларуси, в умовах авторитама Украины. Первый плюс, який я назвал – это житсостоянность такого русла, чтобы в будущем и менее подвержены такому правоторизму, бо, я думаю, все ведают миллион прикладов, когда лидер некая гавацкая руководит партия, яка прямо за всю добростью против всего Киевского. Прямо такие гадатные идеи высовываются – и у всем будя свобода, и у всем будя справедливость. Але як толькі гэта лидер отрымовая уладу, ён ці близкі до ёгой элиты, асабліва, калі рэш, гаворка іде прадзяжава на уладу, усе гэта абецаалі на наступний день забываецца – жалезный закон олігархі, ён працюе завсёд. Як толькі чалавэк дарываецца до улады, улада робецца йому самамэтэй. І децентралізаванны рух, які вель нерухомы, які пастаянна зміняецца, які неспынны депрацэс самакрытыкі, ён може справіцца з гэта праблемай. Гэта може буць як ротація лідерав, так і просто їх формальна адсутнаць. Ну і, канешна ж, универсальне варашэнець гэта мнозства лідерав, их выбарнаць, их празрыстоць, і падсправоздачнаць, як бы, коліктывам. Бабаг, не адзін галовны там іссе руліць, а шмат-шмат великих ініціатив, організаваны і стихійно так, як їм падабаецца, і яны усе вельми добро взаємодзейничаюць між сабой. Канешна, в такога руха єсть і недохоп для дому, в такой форме організацій. Гэта іх шмат, і гэта асоднае тэма, але я лишу, што вось на сьонне гэта тое, што нам треба, ўсім, хто вось переменав праць. Добре, бачу, лязь, в Принансі некая згода єсть, а у вас єсть питання до кого? Ну, і один, і второй. А, ну, подоходить сюди бут, достатково короткий провод. Воздається тільки коротко. Я вот хотел уточнить. А не кажется вам, что может быть такое, что фокусирует внимание, вот есть тысячи проблем, а беруть несколько проблем, беруть активистов, и эти активисты начинают очень серьезно педалировать эти проблемы. А те тысячи проблем, они уже вроде как бы и не очень нужны. И маленький еще вопрос вам двоим. Скажите, а тимуровцы – это были активисты или нет по вашим? Один із задержавшим питанням, у меня проблема, я не за всем стосуються с той темой, якою. Мерковь, а Лер, колерах там у вас есть? Нет. Ну, я коротко могу сказать. Ну, слухайте, интернет есть у всех, ничто не заминает им шеи, проблемы занят баны, сесть за компуктер, запустить, створить фабрик века и педалировать свою проблему. Нема такой забороны, у кого хочешь, враги. Након ты мороза, не веду, я не такие старые, но они ведут не добрый панк, чтобы подходит. Добро, слухайте, давайте даду, может быть, да, давайте сюда дадим. Вопрос, Три рекомендации, которые вы давали, это просто ваши какие-то внутренние идеи, или это как-то проверялось? Я чуть позже ответьте, а потом скажу, почему это спрашиваю. Это базуется на расследовании, которое продолжилось два с половиной года, и в которых я парановываю в некоторых краях, не только Беларусь, и есть приклады, я могу привести приклады по каждой из этих парадов, некоторые працевали в разных ситуациях, даже до интернета, например, заукономизация, сегментация в 60-е годы, например, Милова становится. Хорошо, почему я спрашиваю вас? Хорошо, что этот слайд открыт. Дело в том, что, допустим, я думаю, многим всем известный персонаж, как Артур Харчьян, рассказывал следующее. Допустим, того товарища, как Иван Иванов, на самом деле, вычислить очень легко. Почему? Потому что он не становится Иваном Ивановым, допустим, завтра. То есть у него какие-то взгляды появляются, он как-то начинает в какие-то группы вступать постепенно, и только потом, на каком-то этапе, Иван Ивановым остановится. Уже существуют те механизмы, которые могут как бы его отследить, когда он им стал Иваном Ивановым, да? Но по его друзьям, по его активности, просто найдут человека, с которого он как бы, кем он является на самом деле, если у него этот профиль есть или был. Соответственно, хорошо ли давать такой совет? Ага. Хорошо ли давать такой совет? Видите, по-перше, безумовно, как я пошел с этого, абсолютной приватности в интернете нема, так? Завжды есть вероходность того, что вас могут просочить, знайсти, и так далее. И тут просто зависит от того, на самом деле, до какой ступени вы принимаете вот эти законы гульни, начинаете утягиваться вот в эту безконцю, безконцю, как бы, безконцю споборництва. кто выиграет. Те, кто хочет вас высочить, вы, те, кто хочет, кто схватся. Конечно, ее есть конец. Завжды. Про что я сказал? Я сказал про то, что такие активисты, которые створаются, например, такие профили, просто, например, выкорестовывающие телефоны, которые, виртуальными, например, они сразу могут выкорестовывать VPN, и так далее, они выкорестовываются основные, без их просто потребований для приватности. Такие активисты могут в полный час функционовать, и не быть инфекционными. И в этот полный час может быть вельми важным, потому что он может задавать свои крытычные моменты, координация, организация, явление важных неких структур. Далее они могут быть вытачены, но может уже до того часа их просто инфекционно станет невельми важным. А по кольке мы живем в этот худкий час интернету, то многие в этой компании заражаются и зникают доволен, мне кажется, худко. И в этом плане на воде, как и день, могут стать ключевыми. в случае белорусской нашей компании антиподатковой были случаи администраторов, которые долгие месяцы не были вылечены. ну, наверное, что какая-то подсказывает ситуация. То есть технология уже есть, возможно, у нас еще ее нет, да, но технически, как бы, с его способом, так же это делать достаточно быстро, при желании. То есть просто, чтобы не было человеку ложной чувственной защиты. Вопрос по теме, к продолжению того, что сказал человек. Каких инструментов не хватает интернет-активистам, да, и какими они инструментами пользуются? То есть вот зрители спрашивают в чате. В чате? А этим чате? На канале, сейчас идет трансляция в YouTube, на канале Серый Код. Сейчас люди спрашивают, в том числе, каких IT-инструментов, прямо говорят, вот не хватает, да, и какими пользуются интернет-активисты. То есть, ну, поделиться опытом. У нас тут есть активисты, можно лица поделиться? Гляди, я пропоную, вот ты сказал у самой окношной части, да, про то, что користаетесь большим количеством платформы, инструментов, и так далее. То есть, цензура, и самоцензуры. Давайте мы это запомним и вернемся до полконца. Окей. Домовились? Так, ну, вот, у нас сейчас поднималось это питание слежки. И тут питание такое, это достаточно мы ведаем, какие инструменты могут выкористовываться, как сочетать за нашей громадской активностью онлайн. Что было ранее? Ты наклеил лед? Я памятую, ну, смотри, это джинсовые революции и все такое, ты что-то можешь повязать, повесить, наклеить, если тебе зловить, то тебе зловить, а если нет, что ты это сделал, практически не могло. не было камеры повсю, не было там, а вот, а вот, а сейчас, вот, вот, микола говорит, державы за сюда не хотят контролировать информацию. Вот, те следы, которые мы покидаем онлайн, на поле могут привести на нас какие инструменты есть державы сажать за нами? Поднимите Доброе, дякую, у нас тут есть Алексей, який эксперт по дисковой специи. Клево, что мы так редко устраиваемся, я в прошлый раз сдаюсь на интернет-форуме, а у нас тут как раз у нас. Можешь нам рассказать как у вас такие огляд того, что может отбываться, липовые, слежки, ну, покужай на стрелку. А лень не про больше. Конечно, если вы не отчуваетесь, что с вами в Сочи, то вы не знаете, что с вами в Сочи. Экхнично, Андрей, еще за усилием, когда она велась в Сочи. Ну, во-первых, я бы хотел, конечно, значит, он повинен разуметь контекст. В принципе, когда мы говорим про активизм, то большая часть информации, которую сбирают репрессивные органы, она сбирается старыми оперативными методами, и липовые сродки тут играют не першую роль. Но тем не менее, липовые увеличивают что и факт, что теперь все больше и больше информации працовывается под липовые механизмы, то натурально и для репрессивных формул стало важным отсосивать эти потоки. И то, как это працует в Беларуси, заснованный механизм, в СССР распространяться в советские в 80-е годы, и в этом году в нашей территории СССР как СОАР с российской аббревиатурой системы оперативных мероприятий. Из-за этой пробудивной аббревиатуры на самом деле открывается набор техничных стандартов, набор инструкций, которые обовязковывают для выполнения операторов и про провайдеров интернетов, и про мобильных операторов, и про постройки ясную из Украины. И эти правила, инструкции, стандарты обовязывают всей этой структурой предоставлять техничную мольчимость для ржавных спецслужбов иметь мольчимость до информации, какой я на молодость, причем иметь ее таким способом, что отлично не контролирует самим ладаником этой информацией. У нас часто люди мают иллюзии, створенные голливудскими фирмами, спецслужбы должны иметь специальные процессования, ездить на специальных машинах с радарами не только послуховывать ваши разговоры, снимать вашу информацию. У нас для этого ничего не треба, потому что есть дроты, которые прокладены от инфраструктуры мобильного оператора, или интернета, которые делают структуру. И там они имеют специальный терминал, компьютер с программным обеспечением и доступ до всей информации, какая есть на обновлении оператора электросуги. это означает, что любого человека в Голоруссии можно прослухать и оформить с юридичным отлично, конечно, это должно быть оформлено с початку, сделано потом. Но инфраструктура будет легко прослухать с початку, оформить с задним числом. потому, что нет никакого контроля и в принципе все, что вы пропускаете свои вегетальные сроки может быть перехоплено. Если информация продается в завершенном выгляде, то все автоматично и скрыть невозможно. Но приватность телефонной разговоры это я сказал, большая информация сбывает с обычными импературными словами. но есть выключение на телефонные разговоры психологически распространяются большинство людей как разговоры сам на сам. я разговариваю и мы это как разговариваем как разговариваем и это как разговариваем на автобусе вас могут прослуховывать раз не обысково это может быть и это метан из рода отсоединения найти я ныне страчивают особливые ресурсы. И в это нечастая причина вытачек информации из коронавируса всех структурах и активизм в этом смысле мая слабый год. И снова такие мощные чуткие про взломы и захопы неких информационных ресурсов. Такое старается в целом это не той стиле пункты припремливаться спецслужбы потому что для спецслужбы первейшая задача это не робить вам дрэна хотя это может быть а в этом смысле взломать через пор что это не типовая акция потому что она вскрывает наявность некой операции наившие для их способ сбор пассивный таким чем вы этого не только закорная политичных активистов ведомых бизнесменов она закорная лица любого гражданина в Беларуси и большинство советских стран потому что в этой системе прописано таким чином информация сбирается пассивно с любого акта коммуникации и есть довольно великие информации которые заховываются прак каждого гражданина при нам все полный период часто я не могу это возродить потому что они не занимаются на самом что правило написано что оператор за это платит а потом вы оплачиваете оператора ставят абонентскую плату за все которые платите и таким чином сочинение не ведется в принципе сочинение во всех постсоветских районах может быть Грузии и перебалки это тотальная изъява которая закрывает для всех людей это страшно и морщимо что у репрессивного не должно быть ресурсов но если вы актуристы то что вы делаете в интернете должно быть зашифровано потому что если вы не надея то если вы не заявляете на будущем это может быть таки техничные сроки которые позволяют смешать вытяжку информации если вы не понимаете все в белоруси все 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 что используете наши деятельности а это инструменты слежки у меня питание такое мы онлайн активисты так смоется то как держава применяла инструменты той великий набор которые у них заявляются, вы стойки, вот по верности законом, и как бы по закону это было заборонено. В смысле, типа, если мы это робить, то нам просто нужно забить на это и просто корыстаться левшими, больше надеянными мессенджерами и иншими инструментами. Какое выезде? Возьмите. А, ты ничего не боишься, все нормально с тобой. Ну, по-перше, Надежда чтобы прокомментировать слово Алексея, если можно, в минутку, люто плюсую то, что я сказал, что репрессивные органы, это это забирают больше своей информации традиционным оперативным шляхом. Это я веду и по властным досвиде, и по анализу широкого косвенных признаков. Потому что, к тому вельми длинно выглядят некоторые активисты, которые поставят себе на компьютер 100-500 VPN, 24-значный пароль на все программы махчимы, юзают там, то ли там в одноклассники заходят там простор браузер, там на Тубай заходят простор браузер, а потом приходят в некую компанию, там попить спилка и рассказывать, как они нелегальную акцию провели. Ну, только это не дело. А еще есть у меня был сябр, який, коли лечил нормой со мной разговаривать по активистских справах по телефону, коли я ему заработал заявок за это, как он, я ему пошел шепотом разговаривать. Вот. И тому я раю симпи, в этом, как начать заниматься неким активизмом, проанализовать, прежде всего, свое коло-знаемство, завести звычку, не коли, без усиляких понятков не разговаривать по активистских справах по телефоне. Вы сразу обстачете, ну, не веду, от сотков 80, коли не 90 и более, да, поступление информации, на фон с вас репрессивным служим. Вот. Ну и знаком того, что мы можем потраповаться в державу. Ну, давайте будем реалистами. Мы можем потраповаться в державу нечто, коли мы на нечто в этой державе уплываем. А тут это просто некое у нас видеофантазерство. Конечно, лепей, коли держава это принимает только по закону, коли выкористовывается чейно. Али, коли мы живем в аторитарной державе, которая в принципу, в якой немаем ваки наше слово, немают ниякое значение, нечто от когось ци потраповаться, это просто, притом, это потрапование не такие локальные, как, например, пресский завод. Его можно выканать, поступиться. Альбо закон обтуне, можно выканать, как бы не было великого пункта поступиться. А пытание сочения за всеми грамадзянами, это пытание политичного контроля, якое для влады, якое для влады, якое таки принциповое, бо, коли знять контроль с повестки дня, в Беларуси, как и в любой аторитарной краине, верьме гудка отбудится в любух. Гэта держава не может себе дозволить. Что я, в принципе, сам люблю. Я не потрапую дажаву, коль ласка, там, змените законы, как, там, задаме умения сочить. Я разумею, шо она гэта не зробить. А коль навыц, в некой фантастичном, в некем свете, зробить таки закон, то она будет працягивать робить незаконно, как та ж самая сочения. Бо гэта для ее принциповый, фундаментальный момент. Лепш, на самом деле, гэта сила, гэта ресурсы, укласть его засвоение, сродка ушифрования. Километр программ. Дякую нам, саляким хакерам, программистам, які на опенсорсе поздравили, кучу и мессенджеров шифрованных, и PGP шифрованных, и Беракрипт, и VPN бесплатные. Только беру и корыстайся. Патрась один день на засвоение этого всего, и все. И твои дадзины будут, конечно, не на 100%, а на 99.99 обороним. А ну, хрэси, да, я потребливаю. Давайте, пытайтесь за леврой. Шановные господавства, ось тое, што пропонавал Алексей, гэта головная, каб мы потребовали адвес службу и прозрысти працы. Каб яны, ось як робеце у штатах, калі там СРО, ОНБ, робец запятый, уфы, сгук, па інформацію, там, даней цих аккаунтов, яны пасля кампанію, жакойный год, яны выкладаюць свои справоздачы, дзе написано, кой тебе было запятав, на які яны там отказали, на які яны не отказали. У нас законодав, што, што, гэта гэта геробец, і ось там, калі гадзіць на прайхлад Росії, дзе там, у Контакці мае там, леціне просто там, адкрытую спарштову скрыню, кой да і усе, паслядає, зсылай свіх запяты, яны на них отказуваюць. Часам доходзе до того, што, што юзі просто там, робіли пейхові адресы правоарховных органу, зсылалі свіх запяты, і на них отказуваюць. Навад не прайвераюць, што, паступила гэта дзержавных органу ціне. Вось, і гэта па перше, па другое, спадзіваць, што, яны, койдуць, ну, што навад, там, будь, жадаюць стать такіме джеснамі, празрыстымі, і спрабаваць, як яны булі під контролем громадськва, такога не будзе, бо навад у развитых демократичних країнах усе ровна існує шмат такіх нормалівых законных механізмів, кагу усе ровна існує шкодженням за своїми громадянами. І коли я не пажаюць, то ми просто підтримуємося в полну категорі громадян під цей закон, і нічого не зміниться. Тому питання безпеки кожного, ну, гэта його особисто ісправа. Я просто представлюсь, я админ, один із админов, туніянцев, самим ждиянців. Почому говорю один із, потому що мне, как бы, в своє время, в 18-м году, вже вдаєло бігать по судам, і по всяким следственним комітетам і так далі. Т.е. не вопрос, а скорее, апоніровання Миколу, дитку. Он говорит, що онлайн, він ніяк не влияє на оффлайн. Просто в своє время, коли я... в своє время, когда я рекламировал в своей групе паніадцев акцію 1-ю, 17-го февраля, я искал картинку в гугле запросе. Просто искал по поводу... то есть, бил запросник протест. И там мне выбилось протест с людьми, которые держат в руках кастрюли с черпаками и стучат в ней. Я эту картинку оформил соответствующе. Ну, и там объявление приходиться на акцию. Как бы... Моё удивление было, во-первых, что, ну, эту картинку потом использовала Харти. Это во-первых. Во-вторых, когда я увидел людей, несколько, там было, ну, не много, но было несколько людей, которые пришли на акцию с кастрюлями, с черпаками, потом в этой кастрюле сжигали эти туниянские эти... Ну, да, листы. И для меня было тогда такое понимание, что, ну, онлайн все-таки как-то влияет на людей. И особенно на протест, понимаешь? Как бы, ну, вот в этом плане. Спасибо. — Я расскажу про кому-то, вопрознение, Санныч. Я не должен... — Да. — Давайте, пожалуйста, куда-то, да? — Ну, если шепоте нет, там же человек тоже питания может быть. — Ну, что, да. — Вось, эксперт, как я говорил, да, перед этим стоял вопрос о том, как спецслужбы находят личных активистов. — Да. — Вот. Но все-таки личных активистов, ну, активизм, он всегда публичен, то есть он всегда на виду. Но одновременно на интернет настолько огромен, что вот вопрос, как все-таки спецслужбы находят именно те страницы, на которых располагается контент, на котором можно посудить. Вот это вот такой вопрос тоже. Пока, насколько я знаю, они работают только методом допросов, либо кто-то не стучит. Вот. И еще тут тоже такой момент, что многие современные технологии попросту следственные органы признают, что они не могут узнать, кто был, кто виновник всего, пока не придут конкретную квартиру и не возьмут конкретное устройство на экспертизу. А там опять-таки часто возникает такая ситуация, что у комитета судных экспертиз нету инструкции для проведения такой экспертизы. И опять-таки такое, как оказалось, тоже не может быть в суде. Вот, в общем, основной момент, как тоже работают спецслужбы, чтобы... Я спросил, что с грузовы есть, можно спортировать. Давай, с грузовым. Как мы понимаем обучение. Прошлые страницы нужны, посты и так далее. Какой-то вам просили. Так, ну, я могу очень уверен, я могу очень хорошую вопрос поставил. Слушаем внимательно, потом, что пригодится. Значит, очень приятно представить Дмитриевскую. Есть очень хорошая работа, ту работу, которую вы занимались с 17-го года, занимались с 2007-го года. Я мусульманин, можно знакомить немножко с аудиторией. Я занимаюсь, тем, что мы занимались в мусульманской семье, и меня интересует позже вопрос активизма, а он существует, я с вами абсолютно согласен. Я об этом знаю с 2007-го года. Интернет-активен существует, особенно в мусульманской среде. Это специфическая среда. Группировка как раз в принципе разделения специфически по основу именно на вероисповедание и деление на сегменты действительно реально существующая вещь. И на ООП технологии, применяемые в этих сегментах, исключительно специфические. Я пропоную эту тему понять, как раз у нас будет еще час после нашей дискуссии, или мы можем за нахоеме поговорить. НООП технологии на самом деле. Выбачаюсь, но саправдый мы эту тему меркуем уже после. У нас саправдый еще задается третье питание. Я могу обсуждать, я просто вам еще отвечу, чтобы поднимать. это можно отказать, пропастье калиласка. Я вас историю мы вернулись до нашей темы. Пожалуйста, с уважением к возрасту. Выбачайте, а я не требуя внимательность в дискуссии. Я испытал своего эксперта за сих раньше. подойдите и пожелаете с ним вовремя. Прошу, Павел Саня, а вы можете подойти к возрасту? Как вы ведете? У меня еще питание. Я тоже обмен многих групп в интернете. Почему? Харсия, Народная Грамота, Европейский и Беларусь. Дело в том, что мы все не говорим по телефону, когда разговариваем, но мы все разговариваем через Телеграм. При этом совершенно забываем, что тот же Фейсбук у нас во всех предложениях подключены микрофоны и не успеем мы поговорить, как Фейсбук нам предлагает таргетированную рекламу. Но я интернет-маркетолог, для меня это не секрет, поэтому меня это не пугает, я знаю, как это работает. Поэтому здесь тоже такой вопрос, что разговариваем, но вот лежит телефон и мы спокойно разговариваем. При этом получается, что информация единственная, которая в Телеграме, это только информация, которую мы напечатали и друг другу. А мы все разговариваем так, и тоже информировали. Дареш, это питание, каким ты так само занимался, это корпоративная слежка, правильно? Там была часть расследований. Может быть, пару слов про это расскажи, про то аргетированную рекламу. пару слов. Окей, пару слов. Окей, мы живем в эру суэльнац капитализм, когда самое головное наше, что мы маем в интернете, самое головное наше кашто, это наши дадзины. так, вот эти персональные дадзины, так, на этом зарабляют великые корпорации, которые выкрыстовывают их, и таким мужчинам зарабляют на нас миллиарды свои. Комусь это поддается, комусь не поддается, комусь все равно, по счастью людей все равно, мне так само собирают. Нехай зарабляют, нехай таргетуют меня, как хочется. Я не знаю, просто есть специальный вид активизма, на заходе, вот, когда мы собрались в такой аудитории на такую тему про свежку, Беркова, здесь, в Нью-Йорке, то там капитализма, корпорации, это была основная тема, да, просто мне здается, что для нас это что-то на этом этапе питания, не здается, потому что, как уже тут смаз было заявлено, понятно, что это слушают людку, но другое идет на листа все значительно с адмирала, все, в своем адмирала, продавшись одними, вот, спирта есть коменты, 96, ну, слушай, спирт, я читаю, рекомендую, да. Кажется, для вас слуха я в фейсбука, держится для вас проблема? Нет. Вы от фейсбука почте оборониться, можете там аккаунт по своему просвещению и так далее. Нет, я абсолютно открыта во всех своих сетях от своего имени я не... Может быть, это не проблема? Нет. Банч, проблема нет. Я скажу, нет вопросов, нет вопросов. Тут было гэтае питанье сапрады, да, як шукаюць, ось, Микола, Микола, я не вела прокоментовать. Я все ж таки не похожусь, я не велика проблема, что за нами сочат приватные корпорации. Это все равно мы живем в Беларуси, где держава доминует над усим. Капитализм, там капиталисты, они загнаны, скажем так, в невелье доминующее становище, и нам подается, что, ну, сочат там некий фейсбук, года, это же США, там демократия, ничего нам с этим не будет. По-перше, треба разуметь, что сегодня они Лукашенко не выдают в наши дадзины. По-куль, что? Завтра, они, умовно кажучи, заход с Лукашенко помирится, он станет рукопожатным лидером, и фейсбук, и все остальные сервисы Google начнут задаваять гэтае запады с Беларуси. Их просто будут гэтае запады маркировать, что, ладно, як парадба с терроризмом, а в значение терроризма у нас, кто юрист, две дырвели широкое, терроризмом, экстремизмом, и все, и мы, як сегодня в ВКонтакте выдаюся дадзины нашим ладам, гэта само по отказах от фейсбука будут в Беларуси садиться активисты. Тому нелька, да, зразумело, там ступень доверия трошки больше, але гэта все можна змениться в один день, не треба гэтую погрозу недооценивать. По-другое, все ж таки Лукашенко так само невешный, и будзе Беларусь развитой либеральной демократичной краиной ранее, цепозней, а гэта значит, што улады корпорации одразу узрастев некакки разов, и калі адбудзецца спайка корпорации з дзержавной улады, што называецца, да, неолиберализмом, нам усім, як бы мало не пакажутся, бо, для того, бо усе ведают, што, як казал чоловеку, на вот демократичных краинах, калі дзержава нешто хоча за вами отсочить, я на это зробить вельми просто, а зараз уявите сполучить уладу, конкретну физичну уладу дзержавы, с тим массивом ведом, які маю об вас той же фейсбук, што з гэта отримайцца, мы, ну там, не хочу там алармизмом займаться, это буде такое становище неверное, это доброе. И вось, зараз коротко прокомментирую то, что человек сказал, что я на самом же не лечу, что интернет не управляя на офлайн, это было абсолютно неправдой так казать, наоборот, я просто хочу, как мы разграничили, что можем онлайн, а что не можем. На самом речь, есть три вида улады, я думаю, вы ведете, это политичная, экономичная и дискурсивная. С допомогой соседок, при нам все сегодня в Беларуси, я не буду сказать, знаешь, окраина, мы не можем звергнуть просто только с допомогой политичной улады, поменять у них. Это так само экономичная улада, наши процедавцы, те, кто владеет с родками творчества, владеет нашим працовым часом, мы не можем нияк обстречить их уладу. А вот дискурсивная улада, мы как раз таки можем ее вырвать с рук державы, сегодня с допомогой соседок, потому что все больше людей пользуются соседками, читают новинки у нефти, тут бая, и не знаю, чай с малиновым вареньем, они глядят БТР. Все более людей, для их авторитетами заявляются блогеры, а не Александр Зимовский и там не ведут Заметану, там царство ему небесное. И инши люди. Тому гэта, та макшымысь, и зараз мы дали историчный адрезок, когда человек получил небывалый ранее доступ до информации. Макшымысь прокричать на весь свет то, что он хочет. И к этому треба покорастаться по максимуму, и хотя одну из трех видов лады мы можем вернуть себе, забрать его у хирург шутков. Доброе, дякую. Главное, алгоритмы показали, как прикрик. Корп, прокомментирую такую зьяву, яка закрепляется в дигитальном активизме, в ритме активизме, и это лидовое параллоле. И речь в том, что есть конца колька технологии, теоретично скерованные насочения на сбор информации, и мы можем колебать новинками, что вы можете прочитать, как с допомогой лязерного проба, мы можем скрывать его на ваше окно на пятом версии и послушать, что вы там возглавляете в постели. Теоретично это так, а ли практично, ведь не то, что повинно хваливать 99,99% любых активистов, тому, что любое деяние мает цену, для того, чтобы оживить некую атаку для этой информации треба за ее заплатить. Это кооперативные некие ресурсы, гроши, и это не будет изроблено, потому, что это дорого. Все операции, которые робятся, они, как правило, данные. И в этом смысле я хочу повторить, что вероят имоверность того, что вас прослухают ваш мобильный телефон, она не вливая, а ли она крайне низкая. в молодости они не потрапливаются на чем им есть чем тоживать, и она великая. Поэтому различивающие свои деяния специально в этой спеке, мать знала, что тот факт, что великое специально великая снаряжение, значит, что ее легко использовать. И в этом смысле я думаю, что Михаилу мает салфемерацию, что реальное для все важнейшее в этом задание. Я думаю, что у нас осталось фактично одно из трех этих питаний, которые мы будем обмирковывать. И я думаю, что это мероприемство бесплатное, но если у вас есть ожидание взять константу за организацию, тут есть donation box, это достаточно просто. У нас так будет еще час, чтобы обмирковать с экспертами, экспертками. Уже все эти питания просто да. асадистой якости. Зножин. Казали про паранойю, про слежку, инструменты целиком реальные, никто не ведая масштабы, у каких яны применяются. И это достаточно тяжко отсажить нам, лишь моим активистам. паранойя, паранойя рука нас до самоцензуры. Есть цензура, с которой мы непосредственно состракаемся, когда нам заброняют публиковать инфомацию. скалин высушите ситуации, то кожный год при применяются некие правила, обмежевывать. Так, зараз не только публиковать информацию про недозволенные офлайновые акции. Вот им у нас все поширается в значении экстремизма. Под экстремизм уже подпадая вот марширует детка, так само подпадая. Так что это по культу спокойно сидишь. Есть еще пытание такое, что да, у всех это пропаганда нацизма и все такое. Так само вельми поширенно трактуется вот этими милицией и следшими органами. Парнографию так само не надо публиковать. Вогуле куды катится этот свет и что мы с этим делаем. Да, Олесь, пару слов про цензуру и самоцензуру. Какие инструменты и снова повторяйте свой рецепт, что с этим можно делать. Цензура, самоцензура и рецепт. Рецепт это шмат. Мне так само было цикаво почувствовать, какие ваши рецепты, как вы помогаете с самоцензурой. Я скажу, после вы покажите. Вот уже есть идея. Моя идея полагала тем, что люди, которые используются той самой сеткой, той самой платформой долгий час, они поступово призвучаются, и, может быть, они уже начинают ценсуровать себя с той и с другой наводой. Может быть, они не хотят показывать своим друзам контент, которые не лайкают, и шарят. Может быть, они тоже. Может быть, они не хотят показывать государства. Поэтому моя идея полагала в том, что нужно выходить на новые аудитории и искать новые мягчимости, новые платформы. Например, попробовать разговаривать на громадские политические темы в таких платформах, как Instagram, может быть, Snapchat. Кто говорит? Мак мягчимости существует, просто нужно их искать, быть креативными, быть инновационными. Такая очень простая и короткая идея. Вот у вас в конце была простая сезор, да? Я вам приветствую, как вам. Севры, одно, что можно делать с самосензурой, это заниматься. Нет, совсем серьезно. Тут сегодня была разговор, сказали про протесты 2017-го года, и про то, что были диаграммы Арышта, как человек, который подпадал, почему навык подпадал за то, что его в Facebook писал, когда будет наступная акция, я вам скажу, я ведаю у всех, кого репрессовали за это. Это были только те люди, которые и так ходили на акции, и так являлись актиристами. Фактически, ни один человек не потерпел за то, что он написал нечто в Facebook, когда он не занимался актиризмом, не выходил на акции, когда у него не был оффлайн актиризм. Поэтому пробачьте, но отдельное, что мы можем делать с цензурой, это не заниматься, смело писать то, что мы лишим потребно, когда нас будет больше, система от нас отшепится. отшепится. Я просто хотел сказать, что самосензура это, скорее всего, первопричина страха, а как бы каждый борется со страхом, это уже второй вопрос. Я просто вспоминаю фильм Лео Вичи, там фраза Шерлока, он говорит, самое мощное оружие это страх, он в первой части это говорит, можете присмотреть. Соответственно, просто, ну, когда, например, выходишь на акцию, ты можешь понять, то есть, ты можешь голове себе воспринять, что этот режим уже забрал 25 лет, там 15 суток этих, это, ну, это мелочь, то есть 25 лет он уже у тебя забрал жизни. Или, например, там, что он еще может у меня забрать? Может забрать жизнь, но жизни лишились, там, те же, там, Захаренко, Завадский, там, Гончар, там, ну, и ты на этом примере тоже можешь, как бы, делать себе, ну, прививку от страха, понимаете? Поэтому, ну, я чувствую, что самая основная проблема это страх, как каждый борется со страхом, это уже другие вопросы, то есть, поэтому, вот, моя, как бы, не вопрос, а мой совет. Моя ремарка будет немножко в другом заключаться, может, тут это вызовет обмущение, я не знаю, да, но на мой взгляд, самоцензура, это как раз таки осознание того, что ты пишешь, и что ты можешь за это получить, потому что мы все прекрасно понимаем, где мы живем, и когда можем прилететь, и когда можем не прилететь, и самоцензура это как раз таки мера, когда ты понимаешь, на что ты готов пойти, а на что ты не готов пойти, и как раз таки фильтровать, ну, написать о том, что Лукашенко какой-то не такой, и то, что он нам не нравится, можно десятками разных способов, и можно написать это так, что с этим все согласятся, и что это не вызовет там внимания органов, и желание себя куда-то посадить или закрыть, а можно написать те же самые вещи, но в таких, вроде бы, не завидно, но в таких формах, и в таких словах, что, конечно, за тобой придут, блин, чем ты думал? Все-таки каждый сам несет ответственность за свои действия, и когда ты высказываешь несогласие с какими-то известными властями в такой форме, что из-за того приходят, ну, и думай, черт возьми. Это личная ответственность каждого. Испихивать там все на Калабрии режим или на что-то еще не всегда приходится. Желова у каждого своя. Это очень забавная штука с цензурой и самой цензурой. Да, вернемся к этому. Поздний Советский Союз, наверное, и я то, что видел в Узбудистане совсем недавно, это вот очень интересно вот это вот. Ну, во-первых, да, когда вы по фотографии там порядок, в каком порядке кто-то там стоит на Красной площади вычисляется там, кто, то есть какие-то расклады в политической системе. Потому что об этом никто не напишет, но все вроде знают, все понимают, что происходит, об этом не надо даже говорить, потому что если скажешь, то скорее всего прилетим. Это как бы первое. Та же история в Узбекистане, там буквально пару лет как сменился режим, в смысле там умер как сменный лидер. Вот. И в итоге, что получилось? То есть, но они все равно еще до сих пор не понимают, что происходит, что можно, что уже можно, а что еще нельзя. И поэтому там вот экспериментами такими что-то сделают, а им за это ничего не происходит. вот эта вот граница самоцензуры, они сами по себе немного разбегаются. И тоже иногда как бы мы с коллегами что-то сделаем и думаем, прилетит нам за это или нет. То есть, организуем мы, например, такую дискуссию, это уже можно? Ну, то есть, я знаю точно, что в одиннадцатом году такой дискуссии не могло состояться в Минске. Может ли она состояться в девятнадцатом году? Ну, кажется, вроде как пока... Пока да. Вопросы, опять же, с самым цензурой. Но вот, недавно делали рассылку, комментировали одно из заявлений там чиновников, чего-то такого, и какой-то там чушь с паролем, и мы хотели прямо написать про то, что... я написала, что некомпетентные там высказывали, что-то такое, приятно. Давай поменяем на какое-нибудь другое слово, нам с ними еще на круглом столе сидеть или как-то потом общаться. А это обидчивые люди. Это вообще самоцензура или нет? Да. Нет. Нет. Это просто новая как бы стратегическая коммуникация, так что называется. Стратегическая скоса. Окей, а вы смотри... Можно и так, смотри, Света, вот опять же, ты, наверное, может... Ну, в смысле, мне ближе, наверное, мне понятнее вот этот активизм, которым занимаетесь вы. Ну и, собственно, методы коммуникации, которые проходят. Насколько ты это оцениваешь, там, ну, цензура, самоцензура, где ты боишься цензуры, а где, наоборот, говоришь себе, нет, я должна вот это сказать? Да, у меня была очень интересная ситуация, когда мы сидели за круглым столом, там присутствовали и посольства, да, представители представительницы посольств, и представители про-лайфов всяких организаций, и попут с крестами, и вот сидела я, как писательница «Маширу детки», немножко дам контекста, опять-таки, да, немножко про онлайн-активизм, которого нет. Если бы его не было, я бы здесь не сидела, и не было бы «Маширу детки», потому что именно благодаря петиции, которую подписали про-лайф-организации, в 6 тысяч голосов и отправили президенту, я не могу сказать, что именно из-за этого запона нет, но мы думаем, что это послужило каким-то, да, ключом к тому, что закон все-таки не был принят у нас в стране. И вот мы сидим за этим круглым столом, и я понимаю, что я очень много чего думаю по поводу этих организаций, и много чего мне хочется им сказать, но точно так же я понимаю, что если я выберу эту стратегию, то тогда я буду выглядеть не очень разумной, наверное, истеричной, истеричной финисткой, и очень клево подпаду под все те стереотипы, которые и так хотят на меня навесить. И делают это очень часто, и это никак не сработает для меня в плюс, да, как бы моей цели, которую я для себя поставила. Поэтому в каких-то моментах я могу говорить все те слова, которые думают только в узком кругу своих коллежанок, а не в открытой группе детки, да, и в нашей личной рассылке. Поэтому, да, я тоже занимаюсь самоцензурой, но да, как я и сказала, для меня это такая систематизированная, понятно, почему сделанная самоцензура, которая ведет меня к той теме, которую я поставила. То есть она помогает продвигать те темы, которыми ты занимаешься? Мне кажется, Михаил Маткевич, мне кажется, Миша Лисфонии с людьми, там, где кто-то смешался, да? Когда мы говорим про противостояние авторитарной власти, ну, это понятно, тут достаточно черное и белое, тогда в этом смысле ты не занимаешься самоцензурой, потому что твоя церковь – противостоять этой власти. Либо скинуть эту власть, либо делать этой властье как можно больше всяких пакостей. Тебе не нужно, ну, требования такого самоцензуры. Единственное, о чем говорил человек с первого ряда, вопрос, когда подставиться вот прям нужно, а когда можно претерпеть и немножко замазать словечек. То, о чем вы говорите, вы занимаетесь гражданской деятельностью, да, и вы прямо, ну, решение властей, не скажем так, решение ваших проблем прямо зависит от решения властей, которые есть здесь и сейчас. Соответственно, вы, безусловно, должны каким-то образом играть в дипломатию. И вот вопрос, где вы становитесь, занимаясь системой цензурой для цели, а где это просто походит на какую-то там гонго-организацию, и где стирается цель, и вы становитесь пристосоваться. В общем, надо под тоже пивко, но так, немного более узким кругом. А здесь стациональная тема. Алексей? Я со своей терянки короткий комментарий зараблю. Соправды, хиба, что оценивать с количеством цензуры, что бывает, приводит до доброго, не передо древнего, это цитание хиба, что субъективное. Но я мощно не погоджусь с тем, что это надеяние сродок обороны от неких репрессий. Потому что мы живем в Украине такая неправовая. У нас закон не изъявляется чем-то обороны до выконания. И вот Макс Витярский у меня слушатель сказал, что его арештовывали не потому, что он написал нечто там про акцию, а потому, что они ведали, что он один организатор акции, и у их был рациональный метод затормать по первой акции. Если он не написал, его затормали за то, что он неправильно прошел дорогу. Вот было написали, потому что он лавил сама там гурманским местом. А в этом состоянии, с самого санатора написано не сенсовая. Потому что вы можете писать добрые слова, но если есть рациональный метод вас апрессовать, значит, она будет достигнута от этого. Так, дякую. У меня снова есть вопрос. Разве ты разведал это по делу, между самоцензурой и стратегической коммуникацией? Если это не просто сродок оборониться от неких негативных преступлений, а сродок соправды то, что вы могли десеркнуть некого громадского вплива, меты? Давай. Я не думаю, что я не помню, что я разглядал даже поддел, и мне кажется, что те люди, которые занимаются улучшением политкорректности дополнительной, они могут прокомментировать это вопрос. Это великое вопрос в многих странах по всем свете. Я думаю, что это очень важный вопрос. Это очень важный вопрос. когда люди пользуются самоцензурой за страхом, а другая ситуация, когда люди пользуются самоцензурой за неких бизнес, корпоративных, организационных интересов. Правильно. Доброе. Есть у нас... Может быть, он будет риторически, но когда мы обсуждаем вопрос самоцензуры, мне как-то не онлайн-активисту, но активисту просто узнавать. Я... Меня шокировала акция, не боюсь сказать, да, каким образом она ловильно заставила задуматься, много моих друзей, меня в том числе. И есть же разная таунта. Вроде не знаешь человека, вроде он нормально разговаривает, но его страница пуста. Есть люди, которые много пишут в социальные сети, есть люди, которые пишут то, что они где-то там копейки не курнули травку, а я там становится предметом средств массовой информации и разделений. И подходя к этому предмету, предметно-инструментально, мне бы вот хотелось бы узнать, каким образом, что сподвигали людей, как либо иначе высказываться в сети. Ну, то есть, каким образом, гражданскому активисту можно создать алгоритм лавинной акции, типа, к примеру, не боюсь сказать. Каким образом, когда человек решает то, что у меня есть тоже, что сказать, есть ли подобные уроды исследования, инструменты и прочее. Я скажу, уверен, коротко прыгать, потому что, когда такое самое питание, например, я могу знать, например, музыки, какие створают контент для ютуба, да? Когда мы там хотим стать накомитами, готовыми, я ставлю так, как наш классный рэп, вышел на великую аудиторию, посмотрел миллион человек, и я стал знакомым на сегодняшний день. То же самое, это очень похожие питания на самом деле. Как сделать это, как отримать виральность, воральность в социальных медиа. На самом деле, отказ тут, на жаль. Были исследования про это, и так же я делал, и мои коллеги. И те люди, которые занимаются особенно креативными, так сказать, пункт увлечения, которые занимаются включением музыки, рекламных кампаний, я не говорю про то, что это очень часто и очень рандомно. Часом просто шансует и часом нет. И тому, я еще раз подкреслю мою тезу про то, что важно постоянно попробовать и экспериментовать. Одно не спрацует, другое не спрацует, третье, а может и десятое спрацует. Но, пока вы попробуете, экспериментуете, вы запрашиваете в очень важную задачу. В опыт. В опыт использования и практики аудитории, и поступово будучи таким чином. Но тут, на самом деле, это очень радовно сейчас. То, что я делаю. Может быть, где эти годы? Да, те есть у нас некие... Окей. В общем, вопрос был уже про самоцензуру. Я заметила, что у людей самоцензура отключается, когда они видят, что их там одноклассник или кто-то из их пола друзей. Ну вот, про я не боюсь сказать, например, кто зависит свою историю. И тогда у них самоцензура отключается на уровне просто... Все, до свидания. Ваши близкие социальные коллеги и важно уплывая. Будьте прикладами в своих социальных колах. Да, там, другие подсохнулись. Ну давайте, саправдываясь, взорвать нашу дискуссию. Могчимаю просто пару слов на заканчане от наших экспертов-экспертов про то, ну, какие у вас ощущения после дискуссии, там, цих... Саправдывость того, что вы слышали, эта информация, ну, в смысле, что есть, что вы вынесли в сегодняшней дискуссии? Да, мне, на самом деле, очень не близко, когда я слышу, что, боже мой, это тоталитарная страна, мы все умрем, мы ничего не можем делать, мы ничего не решаем, наш голос совсем не важен. И, черт возьми, мы можем, по крайней мере, заставить работать тех людей, которым мы платим зарплату своими деньгами и налогами, и мы можем это сделать, и поэтому мне очень грустно, когда, да, я слышу такое очень печальное мнение по поводу того, что мы вообще ничего не решаем. Я очень надеюсь, что закон будет принят, мы делаем для этого все возможное, и хотя я вижу эту самую цензуру людей, например, даже, которые подписывают нашу петицию вживую, да, или пишут там, я напишу свое имя, но вот свой адрес я писать не буду, и как бы этот голос в итоге не засчитывается, и я понимаю истоки этого страха, да, но мне всегда очень грустно в этот момент, потому что даже тот инструмент, который, да, очень многие считают нерабочим, да, как бы петицию многие не считают рабочим инструментом, все равно люди боятся даже там поставить свою подпись, оставить свой адрес, вообще как-то высказать свой голос. Поэтому, черт возьми, я не могу вам говорить, не бойтесь, но, по крайней мере, попробуйте думать о том, что вы платите государству деньги, и пусть оно, по крайней мере, хоть как-то работает на вас немножко. Ну, я хочу сказать, что мне эта дискуссия не сподобалась, я хочу подякать всем, кто задал пытание, всем, кто в уголе пришел, я называл его машины, и по вынику дискуссии хочу погодиться с вот с одним спикером, с первого раза, что первой причиной самоцезуры безумовно з'является страх, и ликвидация своего страха, это его уменьшение, это взятие его под контролем, это долгая шмотгодовая праца. Я думаю, те, кто тут называл себя активистами, выдатно разумеют, зачем я кажу. И хочу погодиться частко с другим спикером, что каждый раз ты, как ты нечто робишь, требует включать голову, это не лечится за страх, за боязливость, это лечится за твой рациональный, ну, за твой просто рационализм, потому что ты должен, мусишь выдатно разуметь, что тебе покражает, и на что ты готова, на какую ступень риску ты готова. Али, ты готова аж сесть в трубу на 15 лет? Али, Али, ты сделаешь нечто, не подумавши, а потом на суде будешь посыпать голову попелом, просить про большинство, сказать, я не хотел, и 6-10 человек, какие были разумеют, и пенеры без этого обода. Вот. И, комментирующий его слов, я хочу сказать, что с того, что мы живем в ауторитарной державе, ни я не вытекает то, что мы ничего не выращаем. Мы выращаем все. Треба только перестать бояться. Мы уже закончим, но великое спасибо тем, кто пришел. Я очень рад, что такая интересная тема, смотрит на поле, чем мы ждали. И это можно делать и уменьшко так же. Все будет хорошо. Спасибо. 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 Ваши слова про саму цензуру. Я понимаю, что, наверное, вы очень правы, когда вы сказали, что ты должен понять свою миссию и понять, готов ли ты ради каких-то своих идей терпеть неудобства в виде страха, наказания и социального порицания. Я позволю себе, уважаемому громадству, сказать. Я мама трех детей. Я пришла сюда случайно для того, чтобы познакомиться со Светланой. Не знаю, будет ли она со мной поддерживать связь после того, что я скажу. Но я здесь вижу очень много молодых людей. Им меньше, чем 21 год. И распространять, на мой взгляд, алкоголь на таких мероприятиях – это дискредитация, на мой взгляд, хороших идей, хороших начинаний. Почему? Потому что должна быть внутренняя сурдзура, внутренняя культура, и алкоголь несовместимый с чем хорошим. Спасибо большое. Это моя самая внутренняя цензура. Спасибо большое за замечание. Мы обязательно это учтем. Мы ориентировались на более взрослую публику. Да, я понял. Спасибо большое. Мы обязательно это обсудим и сделаем определенные выводы. Дякую всем, кто одолкнулся на запрошение и кто пришел на сегодняшнюю дискуссию. В облике Олесь в первый раз подошел до нас и сказал, ребятки, вот есть такая идея, сделать такой ивент, некую импрессу или дискуссию в Минске. Мы подумали, это может быть интересно, потому что сдаётся, что мы шматробим и, может быть, не за все дорефлексуем про то, как, что мы проводим некие питания, вот им лекутые питания, какие сегодня поднимались. Это было надзвучно тяжко, не структуровать сегодняшнюю дискуссию, потому что любая тема занадто широкая. И, может быть, кто пришел с некими меньшими шаганиями, кто отримал эту информацию, эти думки, эти инсайты, кто-то, может быть, не, в некоторых темах мы потрапили, может быть, в некоторых не, так что, вот, прошу про обращение, когда там некие ваши шагания не были задоволены, но мне властно. Эта дискуссия вельми сподобалась тем, что она была достаточно живая и она была, ну, была больше, можно сказать, инклюзивная, чем мы, может быть, мы, может быть, свыклись робить. Мне так само сподобалось то, что мы всё-таки подняли достаточно такие отшивальные питания и причин сделали это с неких кропок. А бедобочно, что у нас есть вот эта разница, да, между протестным активизмом и активизмом, ну, можно сказать, таким больше померкованным, громадским активизмом, и это так само треба уличывать в том числе для того, как выбудовывать некие стратегии. Большисть этих питаний, которые, может быть, там, крышечку поднимались сегодня, треба обмерковывать больше грунтованно, там, с певной аудиторией, и мы попробуем подумать, что с этим можно сделать. Знову же по организационным питаниям так само сделаем мы снова. Мы будем протягивать, думать про онлайновый активизм, про правы человека, какие связаны с онлайновым активизмом. Вот. Так что запрашаем вас на наши наступные ивенты. Тут есть форма регистрации. Если вы хотите от нас некую рассылку, то вы можете записать там свой имейл. Так само на нашем сайте есть отповедная форма, куда можно внести свой имейл для рассылки. Она что месячная, сдаётся вельми текавая. Да! Текавая! И очень красивая! Дякую вам великую! И зараз у нас есть еще час как бы так неформально поговорить с нашими экспертами-экспертками. Вот я обмирковать, может быть, глебеет темы, какие нам хочется. Дякую! Итак, ну что, трансляция заканчивается. Всем спасибо за внимание. Подписываемся на канал. Не забываем ставить лайк. Ничего так мало лайков, всего 27. Да, и репостим видео, чтобы другие тоже узнали, посмотрели. Всем спасибо! А выходные... Небольшой вам тоже от меня инсайдик. Я собираюсь поехать в Светлогорск и покормить там... 15 секунд, пожалуйста, пожалуйста. Народ, в гэтую неделю, сранку, я проводжу в Минску трехгодинный семинар, який называется «Ротная лутурма». И он будет присвешен тому, как правильно поджимать своего своего родного, и своего сябра. Кальянцы находятся у него. Там будут разгляданы все пытания, начиная от неподмайной иерархии, заканчиваются юридичными, юридичными патрехами. Каждый, когось цикавиць, подойдите к мне, не ласка, как мне перебрежать. Он ходит. Жаль. Микола, Микола, Микола. Меня цикавиць, скажи вот, предачам нашим, про гэтая подробязни. Расповяди. Меня зовут Микола Дедок. У гэтую неделю я провожу семинар, який называется «Родные у турмах». На им я разгляжу, это будет трехгадзинный заняток для родных, узневоленных, для тех, кто хочет сяне, как подрихтовать для неволи. И на им я разгляжу вельми великий шарах питань, как подтримать своего родного, как оказать ему юридичную допомогу, как поводят себе в першые годы после затримания, когда тебя затримали и когда затримали кого-то с твоих близким. Какие алгоритмы дзенев, что можно делать, что не делать, как его на житом, когда человек будет протекать в узневолене, как ему допомогли, как допомогли, когда утрапив в беду, например, на зоне вымагают брошу, или сбивают при затримании. Это и это, и в принципе, великий шарах питань, я откажу на все ваши питания. Троху о моих компетенциях, я 5 лет отсветил в белорусской турнире, маю юридичную адекацию, середня специальность, полгода прапрацывал в суде, и так само працую зараз журналистом, осветляю проблемы державных репрессий. Сегодня это будет в неделю, 14 лепеня, 11.00, в расторах, кто такой Жонгул. Скалиласка, приходьте, в охот 20 рублей, рубленное мероприемство, приходьте, буду верно рады вас бачить, отказать на все ваши питания. Ну все, доброе. Так, а в этом трансляция скончается, а мне треба доедать то, что там осталось. вкусняшки, короче, дожирать, все. вкусняшки, 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 вкусняшки. морозозоззрения,